Полезное время на Радио Шансон. Расскажи, что все. Смотри, шоумен, телеведущий, певец, продюсер и много чего еще. И все это он один, да? Да, и на время находит. Друзья, Стас Ярушин в гостях у Радио Шансон. Здравствуйте. Я так рад слышать ваши любимые, дорогие голоса. Я, ну, раз еду вечерами, раз, Шансон радио включаю. А сейчас по чесноку говорю. Спасибо. Как приятно. И вас узнаешь, у вас такие голоса красивые, под них приятно ехать и засыпать в пробке. Вот, а мы так нежно по вечерам и говорим. Специально все, чтобы ты после долгого рабочего дня сел в машину, а тут такой релакс. А тут мы говорим. А мне бывает, знаешь, нет такого долгого рабочего дня. Я просто еду. А он бесконечно. Я хочу формат, допустим, радио Шансон послушать. И я включаю шансоновские ваши песни и послушаю. А у тебя Роника всегда хочу сказать, ты можешь проще говорить? У него такой тембр красивый всегда. Мне кажется, он специально так делает. Это только кажется. Я проверяла, проверяла. Есть специальный володинский детектор речи, она, конечно, там не забалуешь. Ну, давай договоримся. В следующий раз, когда ты будешь ехать в авто, слушать Шансон, ну, маякни, напиши смс. Скажи, ребят, слушай, а мы так раз тебе и привет передадим. А? Ну, давайте. Хорошо. А я что-то писал даже одно время. А мы тебя игнорировали? А потом я думаю, да черт, что я такой активный. Знаешь, как я в 90-е помню, на радиостанцию дозвониться было, это такой чистый кайф. Как на МКС, да. Да, вы что? Я пытался, я звонил, я участвовал в конкурсах. А сейчас время так поменялось. Ну, ты уже совсем взрослый, уже другие дела. Нет, нет. Ну, подождите, ну, что, молодежь звонит на радиостанции сейчас и говорит, привет. Бывает. Бывает, да? Да. И причем они дозваниваются быстро, клянусь вам, потому что никто не звонит, больше один человек. А раньше дозвониться, это была мечта детства. По поводу мечты, о чем мечтаешь сейчас ты получить какой-то подарок на Новый год? Мы, слушатели, спрашивали, люди присылали свои версии, есть статистика, что бы хотели люди получить. Ну, в основном деньги. Деньги, авто и что еще? Участки. И участки земели. Да, да, да. Да, ну, кто-то гаджеты хочет. В общем, есть варианты. У тебя о чем ты мечтаешь? Да вы знаете, я прям что-то такое не загадывал. У меня как-то с детства пошло, я из простой семьи, у меня никогда не было каких-то дорогущих подарков. Я понял, что всегда скромно. Может, меня к этому приучили, у меня нейронка так в голове сегодня работает, что я ничего не жду. Я бы, вот у меня сегодня семейство заболевает потихонечку по очереди, по цепочке. Вот дети выздоровелись, а супруга второй день с температурой. Вот хочу, чтобы она... Привет ей большой, пусть выздоравливает. А вы все остальное, знаете, да не знаю, вот какие-то приятные сюрпризы от супруги, именно какие-то подарки, даже мелочь, даже какая-нибудь тетрадка в клеточку, она мне будет приятна. Клянусь вам, ребят, для любимого. Да, я люблю больше самому себе подарки дарить. Когда я понял, что я для какого-то подарка созрел, то я, ну, покупаю, раскошеливаюсь, так сказать. А так... На земельный участок. Ну, уже, ну, это прошлый этап уже, хочется что-то другое. Жаба душит. Часы себе. О, Господи, мне звонят. Так, не звоните. Все, извините, извините, я телефон включил. Честно, хочу себе часы дорогие, но могу себе позволить, но жаба душит. Ну, подумай еще, но вдруг случится. Ничего, жаба душит, это вообще другой диагноз, это к тебе отношения не имеет. К нам приходил кардиолог, все ответил, все рассказал. А дарить себе вот приятные приятности, это всегда в кайф. Да, это надо просто психологически подойти, потому что, и, хоть, бывают подарки очень дорогие, и, опять же, говорю, ты можешь позволить, но, зараза, ты куда-то вкладываешь, опять же, чтобы деньги на тебя работали. До Нового года еще сколько, 10 дней? 10 дней. Может, созрею? Ну, вдруг, конечно. Слушай, ну, вот этот подход, это папа тебе, чтобы все так было? Потому что же с детства он говорит, давай вот так вот тут в КВН тебя заметят, все пойдет, пойдет, пойдет. Откуда вот это вот все? А ты знаешь, наверное, когда мы играли в КВН, и у нас у команды КВН «Уездный город» мы популярны, действительно были, я всегда рассказываю эту историю, не было же интернета. И мы приезжали в города, ну, реально, Битлз. Битлз, блин, тебя встречали, ну, увидеть медийного человека из телека, это эксклюзив был нонсенс. Сейчас в социальной сети все стерли, гранит, и мы приезжали, и нас встречали там по 50 человек с плакатами, там, это было фантастически. И мы зарабатывали тогда очень хорошие деньги в студенческие годы, и я все слил, вообще все, все, что мог. Я так единственное, там, ну, квартиру купил в Челябинске по тем годам, и купил машину, когда Део Нексия, и я подумал, что все, я бог, бог Челяба. А так можно было по-другому все поступить, и знаешь, потом в какой-то момент, когда я перешел в другую команду КВН, я остался ни с чем, вот 100 рублей в кармане, и я понял, что я сейчас к этому, я с таким страхом к этому отношусь. И сегодня я все, что зарабатываю, я инвестирую в себя, в пассивные доходы, и вот как-то так. Ну, это все жизненный опыт, по-другому никак. На родине часто бываешь? В Челябинске? Я такой сказал, в Челябинске, как будто есть вторая, да. Стараюсь раз в полгода бывать, совмещаю, чтобы посмотреть игры любимой хоккейной команды «Челябинский трактор». Все. И сейчас, кстати, я полечу в Магнитогорск, вот, послезавтра там хоккейный матч на озере будет. Егор Яковлев, защитник Магнитогорска. Хоккейный матч на озере, обалдеть. Да, защитник и капитан сборной России, вот он меня пригласил, мой друг, и там я с ребенком со своим поеду, с младшим, с Ярославом. Может, потом оттуда в Челябинск даем, сыграем в хоккей, может, в Челябинске даем. Там у трактора 75 лет. Прикинь, мы на радиошансон говорим о хоккее. Ну, а почему нет? От всего человека успевает, вообще все. Мы говорим с человеком, который мог стать профессиональным хоккеистом, и, конечно, на Олимпиаде. Слава богу, что не стал, слава богу, что не стал Ром. Но ты все это воспринял достаточно разумно, сказав, что там, ну, сколько-то есть таланта, сколько-то есть уровней, и, собственно, вот так. Ну, это папе благодаря спасибо. Благодаря папе, наверное, ему надо сказать спасибо, потому что он в каком-то моменте сказал, братец, иди на сцену. Я на сцене параллельно всегда был. У меня же все, что есть, я всегда говорю, это благодаря музыке. Играл в хоккей. Спортивный дух-то остался? Остался. Это не важно, режим спортивный. Ну, наверное, да, остался. Я пунктуальный до чертиков. И, наверное, это все связано со спортом, когда отъезд вас только-то. Хотя я тут с человеком недавно с одним познакомился, летел в самолете. Я в гольф люблю. И сейчас сыграл в Дубае, летал на турнир на один, на гольфический. Все успевает, все успевает. Не могу остановиться, понимаешь, все надо. Вот, я день дома, если лежу, все, я не понимаю, мне кажется, все же здесь становилось. И я с человеком с одним, с крутым познакомился, мы что-то с ним стали цифры разбирать. А классный парень. Нумеролог, что ли? Ну, не нумеролог, но что-то как по числам мы с ним стали разгонять. Я такой, да я пунктуальный из-за спорта. Он говорит, да я не из-за спорта, у тебя просто. Так вот, вложилась в тебя, запрограммировали тебя таким образом. Поэтому спорту благодарен тоже. Спорту и музыке. Слушай, но с другой стороны, хоккей и гольф, там же клюшки. Ну, это разные два виды спорта. Но все равно клюшки. Ромыч, дорогой, это так сложно в гольф играть, реально сложно. Многие думают, а, игра для буржуев, и сложно. Игра не для буржуев, хоккей дороже. И очень сложный вид спорта. Но в Геленджике ты развиваешь гольф? Да, развивал. Развивал. Да, ну как, хотел развивить, но что-то там не заинтересовались особо по этому. Развивай. Я сам себя развиваю в мире гольфа, поэтому придумаем что-нибудь. Друзья, про гольф мы, может быть, не столько сегодня будем говорить, сколько хотелось бы гольфистам. У нас, между прочим, сегодня премьера песни. На минуточку, совсем скоро. Доза произведения пока еще, это все у нас в секрете, но не секретный номер, по которому можно задавать Стасу вопросы. Плюс семь девятьсот девять, девять пять пять сто три ноль, смс, ватсап, вайбер, сообщения свои подписывайте. Стас Ярушин в гостях у Радио Шансон, но сейчас сделаем музыкальную паузу, после которой вернемся. Дорогие друзья, «Полезное время» на Радио Шансон продолжается. Стас Ярушин у нас в гостях, человек, который успевает много чего в жизни, и спортивного, и культурно-развлекательного, и созидательного. Вот, что касается проекта, который именуется «Муслофт». Как там сейчас? Да, да, да. «Муслофт». 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 Мы сняли новогодний выпуск, и он сейчас в монтаже, и выпуск будет с Кириллом Туриченко, но мы поменялись ролями. То есть он ведущий стал «Муслофт», а я типа как гостя. Так, да. Он такой в красивом бархатном пиджаке пришел, я как это неловко себя почувствовал, я был простой уральский парень, он красивый, Кирюха. Скажи... Ну, выйдет скоро под Новый год, по-моему, по-моему. Будем смотреть. Или 31-го. Уральский парень простой. Скажи, вот когда начался этот проект, какое самое большое открытие, может быть, несколько для себя ты сделал? Вот начиная им заниматься. Я рад то, что этот проект уникальный, и гости, которые к нам приходят, они себя раскрывают по-другому. То есть у нас же задача и правила, да, мы там не тюним, мы поем живьем, и неполные песни, и бывают музыканты на импровизации что-то знают, что-то не знают, бывает там мимо нот что-то сыграет, бывает мы там что-то по-другому споем. И это реально шоу на 80% на импровизации, там нет подготовки. И 20 мы там музыкальный материал, звезд на всякий случай, как к нам приходят, мы там чекаем, смотрим. Вот, потому что музыканты все не могут знать. И я для себя открыл, что ребята там, именно звезды, открываются с другой стороны. Вот абсолютно. То есть они не приходят там, это не радиостанция, это не эфир какой-то, где они приходят и начинают промоутировать свои там истории музыкальные и так далее, что мы сегодня сделаем. А там как-то по-другому, они на все смотрят, рассказывают истории более смелые. И искренность, вот душевность, вот это цепляет. Я знаю что, я не могу, я на себя вообще со стороны не смотрю. Чтобы я посмотрел серию универа с собой, ну это какая-то редкость. И программу со своим участием тоже не смотрю. Не смотрю, но это редкость большая. То есть надо мне, если меня не зацепило с первых секунд, я смотреть не буду, я не люблю на себя со стороны смотреть. Но магия музлов-то, она есть. Я был у мамы в Геленджике и поставил ей выпуск с Нонной Гришаевой. Так. И собирался в Краснодар съездить быстро по делам. Зашел с рюкзаком к маме в комнату, говорю, ну все, я поехал. Она говорит, ну давай. И я на 20 минут как завис смотреть музлов-то, я не понимаю. Мне почему так зацепило. Вот эта искренность, вот эта уникальность, вот что-то мы в ней нашли. И причем, когда я придумывал проект музлов-то, ты знаешь, как было, мы заходим в студию, я говорю, музыканты, вот тут садитесь, Олегу нашему оператору, или ты его тут снимай. Сейчас придет Цоя, они говорят, что будет. Я говорю, я не знаю, что будет. Вот у меня картинка в голове, я не напишу вам эту картинку. И когда мы стали Майкла Джексона на третьей минуте играть, я понимаю, что вот он, проект, он срастается, и получилось. Потому что я рисковал очень сильно. И сегодня музлов-то набирает обороты, и мы же, конечно, в этом году сделали музлов-то со зрителями. Приходите, я вас приглашаю. Спасибо. Вот мы просто не хотели как бы навязать, но... Да ладно, Рома, на самом деле очень приятно вас будет видеть, когда придете. Я понимаю, что у нас с вами такой загруз постоянный, я тоже редко куда-то хожу. А если будет желание, прийти из компании, мы вам столик радио Шансон сделаем вообще. Приходите и кайфанете. И тоже гости выходят на сцену, когда со зрителями. Они сначала волнуются, я говорю, а просто вот будьте как вот вообще неподготовленными. В этом искренность, в этом кайф. А в следующем году уже есть какие-то задумки, что там менять, трансформировать, добавлять? Да, есть задумки, такую легкую диверсификацию проекта сделать, немножко его масштабировать. Может быть, у нас люди, ну много людей приходит, может зал побольше. Может быть, гастроли будут в разные города. А мы думали, кстати, об этом. Музлофт, это надо вот с кем-то, со звездой, допустим, ехать. Ну, к примеру, Дориченко, Кирилла берешь, едешь и можно делать музлофт. Запросто. Гастроли можно делать. А новогодний следующий музлофт я хочу сделать. Я сейчас работаю над альбомом, над своим надсольным, над четвертым. И много экспериментов в этом году. И параллельно хотим мы успеть с ребятами сделать такой 12-15 джазовых новогодних композиций, но авторских, с юмористическим, полу-юмористическим интересным текстом. Аля Дед Мороз залезает к нам в дома, дарит подарки, обворовывает. Ну, такая. Похулиганить. Твои песни, да? Ну, как бы авторские, да, мы хотим придумать и предложить тем ребятам, гостям, которые к нам были, приходили в гости, чтобы они дуэтом спели. Допустим, Лариса Александровна Дольная, Леха Чумаков. Так это музлофт-огонек получается. Да, 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 и вот я, если за год я это успею сделать, планы такие, то я прям с джазовым оркестром хочу такую забабанить историю. Музлофт, джаз, Новый год, Хэппи Нью Ер. У нас тут, видишь, небо, отправляй в космос, все будет обязательно. А, и у вас вообще потрясающе, у вас уютно. Друзья, давайте поговорим о той истории, которую Стас, как он говорит, уже забабанил. С Забабахом. Да, с Ларисой Долиной. Забабанил. Вот, между прочим, на минуточку. Да, сейчас поговорим, по песне поговорим. Да, конечно, она у нас готова. Две минуты мы ее сейчас будем слушать. Премьера с пылу, с жару. Слушайте, спасибо вам огромное. Я, на самом деле, благодарен Ларисе Александровне. И у нас с ней такое знакомство было. Мы пришли на один проект, на бар в большом городе Кирки-Чесноково. И сидим я, Леша Чумаков, Лариса Александровна. Я подхожу к Ларисе Александровне, она гримируется. Я говорю, здравствуйте, я Стас Ярушин. Она говорит, я знаю тебя, я вижу, что ты делаешь. Лиза же тобой, ты такой молодец. Я покрестнел, то есть мне неловко стало. Я такой, так мэтр российской эстрады, да, и я такой вроде того, шебутной. И мы с Ларисой Александровной сразу общий язык нашли, обменялись телефонами. Я приехал к ней в институт культуры, мы поговорили, пообщались насчет музыки. Вот, я говорю, а может быть, так намекнул дуэтку. Она говорит, давай, легко, пиши, я говорю, в каком формате? Она говорит, пиши, я под любой формат подстроюсь. И вот у меня музыка в черновике была, я музыку подшаманил, немножко сделал, так как я вижу ее. Давай так, переведу. Написал музыку для песни. Я написал, да, музыку я, да, а слова отправил я своему папе. Я говорю, слушай, напиши, здесь должна быть более мудрая история. Я, если пишу, то какие-то там Антон с универа с поэтом под фанеру. Светка моя, ой, вот это мне на такие. А папа более мудрые там вещи написал, и все. И мы записали эту песню летом, и вот решили выпустить только вот сегодня, под Новый год. И у нас клип на эту песню еще вышел в Ютьюбе на моем канале, на канале Музлов-то, кстати. Он сейчас, сегодня как-то? Да, вот он там, буквально несколько часов назад. Премьера, мы тебя поздравляем. Спасибо вам огромное. Мы, знаете как, не пытались удивить, просто вот песня срослась, нам органично было. Вот в нашей органике ее было исполнить. Не пытались кого-то удивить. Все вообще в музыке давным-давно придумано, но решили, что у нас будет вот такая история. Также в клипе мы не пытались снять что-то глобальное, интересное, мощное. Но просто обычный видеоряд сделали, и все. Опять же, говорю, мы к этому искренне подошли, и нам это вкатило, да. Ну, душа это главное, да. Чтобы вкатило всем слушателям радиошансон, мы сейчас вкатываем произведение в эфир. Я один называется песня. Стас Ярушин, Лариса Долина, премьера в эфире радиошансон. Полезное время на радиошансон. Ох, обсудить бы все на свете, дорогие друзья. Стас Ярушин на бэк-вокале, да, немножко у Виктора Королева в эфире радиошансон. Мы послушали песню, которую Стас записал вместе с Ларисой Долиной. Прекрасная песня, мы тебя поздравляем. Спасибо. Но, друзья, вот в эфире это одно. А бывает же, когда ты приходишь в концертный зал и в концерте слушаешь это произведение и другие замечательные песни. А, кстати, я могу сказать, что эту песню можно будет живьем услышать. Когда, когда? 10 марта в Вегас Сити Холл. У нас концерт. Билеты в продажи. Для меня важна эта очень площадка, потому что мы... Не так я популярен еще в мире музыки, но мы потихонечку разгоняемся. И Лариса Александровна подтвердила. Причем у нас так был... Мы когда клип записывали с Ларисой Александровной, она говорит... Так, Ярушин, ты со мной в апреле поешь эту песню в Кроку Сити Холл. Я говорю, тогда Лариса Александровна ловите его браточку. Вы пораньше эту песню поете со мной 10 марта в Вегас Сити Холл. И мы, блин, ржем над этой темой, что... Короче, Лариса Александровна будет и будет Кирилл Туриченко еще. Мы с ним вчера разговаривали, я у него был на концерте. Я говорю, Кир, 10 марта он говорит... Да, может быть, что-нибудь с тобой придумаем какую-нибудь дуэтную песню споем. Обязательно. Вот. И смешно, что вот я уже несколько лет возобновил музыкальную деятельность и пытаюсь, знаешь как, вот через не могу все везде идти. Раз мы тут выступили, тут с концертом, тут Маргулис пригласил, тут радиошансон, живая струна пригласила, когда я помню первый раз. Тут мы на форум к дяде Лене Агутину поехали с концертом. Там потихонечку наша аудитория стала ходить, потому что я понимаю, что мы не коммерческую музыку поем. И позавчера с Леонидом Николаевичем Агутином на мероприятии разговариваем, я говорю, ну вот как так? То есть я в Вегасе 10 марта, а за стеной в Крокусе Агутин 10 марта. Я говорю, дядя Леонид, ну вот как так? К вам же все пойдут, а не ко мне. Он даже где-то у себя в соцсетях писал, говорит, там типа у Стаса там 10-го. Я говорю, я просто ко всем хочу обратиться. Вы знаете песню Агутина, хватит на него ходить. Ходите ко мне. У нас на самом деле, вот если бы я 3-4 года назад сомневался бы еще, да, а сегодня прям вот, блин, кто приходит, тот потом еще раз ходит. То есть мы делаем, я делаю стендапы юмористические, потом мы в лирику людей бросаем, какую-то лирику поем. И все это живое, на сцене будет 8 музыкантов. Будет ли проект по саморазвитию и самоуверенности от Стаса Ярушина и когда и где? Очень бы хотелось. Конечно, пойдем. А я могу коротко сказать, прямо сейчас он будет. Я живу по принципу вот последние, наверное, несколько лет быть самим собой. Вот это самая сильная человеческая черта. И когда я открыл книжку одного известного музыканта Курта Кобейна и прочитал цитату, что быть похожим на кого-то другого – это пустая трата времени. И я с этим так согласен, черт возьми. И я вот сегодня понимаю, что все уже до нас придумано. И музыка придумана, и кино придумано. Но личности, вот это вот другое совсем. И будь тем. Я одно время пытался, а вот я хочу как это-то, хочу как это-то. А потом говорю, а почему, вот зачем? А это когда ты в поиске себя был. Да, наверное, да. Чего-то не хватало, казалось, там, 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 возьмешь, возьмешь. Да, наверное, да. Все раз жизненный опыт. И ты сейчас уже на другой ступени. Да, и вот как раз, Ром, ты говоришь, будет ли мастер-класс по поводу как. Вот он и есть. Все правильно, мысли вы продытожили. Будьте самим собой. Самая сильная человеческая черта. Мне это нравится, черт возьми. Но не только взрослые фанатеют от проектов Стаса. Я так понимаю, что «Музлов. Дети» это тоже вот уже расширение аудитории. И вот если чуть-чуть подробнее об этом расскажешь, будет здорово. Мы недавно попробовали «Музлов. Дети». Для нас тяжело, да. Это когда... Главное, когда медийщики приходят, на них люди кликают, и им интересно посмотреть, какие они в жизни. А здесь же «Дети» кто будет смотреть? И мы сделали такую пробную версию «Музлов. Дети». Ребята просто из зала выходили, мы с ними пели. Какой возраст? От 10 до 16. Но вот не было тех вокалистов. Есть же прям намоленные вокалисты, прям крутые дети, которые прям... И вот нам бы хотелось их видеть. И вот я думаю, что пока, как по-челябински сказать, масло в голове гоняем, думаю, что это «Музлов. Дети» со зрителями будет. То есть это прямо отдельная история. А если сейчас... С детьми зрителями. Если сейчас талантливые дети слышат и слушают, то они где-то могут о себе сообщить? Да, мы это потом через соцсети, через мои мы выведем, мы сделаем сообщество «Музлов» и так далее. Вообще у нас там по «Музловту» колоссальные планы. Вообще колоссальные. Я не могу все раскрывать. Дайте нам годик-два. Румыш, мы тоже запоем и пойдем. Годик-два. Мы придем, по крайней мере, посмотрим, как это все происходит в «Музловте». Я вплоть до «Музловт-ТВ», «Музловт-ФМ» уже что только не думая им в этом направлении. И даже ресторан «Музловт-Бар» будет концертный уже. Горшочек вари. Горшочек вари. Это меня не остановишь. Мне тут вопрос задали. А может, надо было от чего-то отказаться и двигаться только в одном направлении? Не могу. Не могу ничего с собой поделать. Вот нравится мне хоккей, нравится там. Гольф нравится там. Может, гольф-контент придумали. У меня кубок Стаса по гольфу и есть в свой турнир. Ничего себе. Ой, это сейчас мы начнем разговаривать надолго со мной. А я предлагаю еще как-нибудь собраться и встретиться. Музыка, музыка. Музыка. В прямом эфире. Музыка, хочу на живую струну. А ты отправляй туда. Я же говорю, у нас непростое небушко. Ну, кстати, ко всем обращаюсь с радиослушателем. Посмотрите, живая струна есть в интернете. Классный эфир. С твоим участием. С моим участием. Весной повторим. Уже «Музловт-Бэнд» мы называемся. Уже ребятам костюмы надели. Мы уже красивые. В твидовых костюмах. Опять же, все я люблю твид. Твид имеет отношение к гольфу. Музыка, к твиду. Ну, мы желаем тебе, чтобы все эти проекты, и те, о которых еще Стас не рассказал, а их очень много, друзья, чтобы все эти проекты воплотились в жизнь, чтобы кино не забывал. Два фильма в этом году у меня. Полнометражный фильм «Уволить Жору» в главных ролях Галуистян, Козловский, Яна Кошкина, я. И запасной выход ввели меня в сериал, где играют и Юрий Стоянов, и Роман Сергеевич Мадьянов. Ну, там сильный. Даня Вахрушев, сильный состав. То есть кино у меня на следующий год выйдет. Нормально. Параллельно пишу альбомы. Ой, чудо. Восторг. Такие люди существуют. Выпускник универа, да. Они настоящие. Ай, да, и универ, универ, универ. Да и универ ты еще официально не закрыли. Ну, класс. Мне кажется, вот что-что, а его точно невозможно закрыть. Блин, да. Мы поздравляем тебя с наступающим Новым Годом. Я вас также, спасибо. Потом день рождения у тебя. Чтобы все было прекрасно и в Новый Год, и как ты себе напланируешь на Новый Год твоей жизни. Ну, и со всеми анонсами добро пожаловать. Стас Ярушин был в гостях у Радио Шансон. Это было интересное и позитивное, полезное время. Душевно получилось. Любовь Полодина. Роман Шахов. Счастливо, друзья. Пока. До свидания. Полезное время на Радио Шансон.